Заглянуть в гости к Аладдину, встретиться с веселым хоббитом, свое путешествие юные посетители детской картинной галереи начинают со сказки. Для тех, кто предпочитает творить волшебство своими руками, работают творческие мастерские. Кусок мокрой глины в детских руках превращается в аккуратную вазочку. Пальцами делают, все чувствуют. Держи пальцы вот так. Вот теперь пальчиками. Вот делаем стеночки. Из грязи и изделий получается. Мне понравилось развивать пальцы, чтобы они мне хорошо писали. Я могу покрасить лаком и там хранить карандашист и фломастер. Гостей детской картинной галереи не остановил даже дождь. Спрятавшись в небольшом шатре, они разрисовывают фигурки. Без потерь не обошлось. Поделка Ильи Карабанова немного пострадала, но юноша настроен решительно. Я ее починю, конечно, и будет вообще как новенькая. Она вот такая вот красивая, как бы. И я ей пытался сделать сказочную. Для посетителей здесь подготовили обширную программу. Кроме творческих мастерских для детей, прогулка по музею и уникальная выставка для слабовидящих рельефа Средневековья, где все экспонаты в буквальном смысле можно смотреть руками. Были игры, старинные русские игры для детей. Но и как выяснилось, даже классики, в которые мы прыгали в детстве еще и помним это, для детей оказались совершенно новой игрой. Для детей программа завершилась в 8 вечера. Для взрослых она в это время только началась. В музее Модерна настоящий ажиотаж. На обзорную экскурсию по особняку Курлиных гости съехали со всего города. Это исторический район Самары, он самый древний, и я в нем бываю очень редко, и мне захотелось узнать свой родной город получше. Я стараюсь всегда выбирать возможность для этого, потому что это интересно, потому что это моя история и история моей страны. Для любителей делать везде снимки работает вот такая фотобудка. В начале 20 века этим интерьером никого бы было не удивить, зато сейчас такая фотография смотрится очень колоритно. Также все желающие смогли посетить выставку «Голоса вещей» и музыкальный концерт. А вот поучаствовать в съемках фильма на свежем воздухе в честь года кино не позволила капризная погода. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.